Сын мой Григорий, родившийся 4 января 1820 года, в воскресенье, ровно в полдень в селе Знаменском Аксакова-Тож скоро стал напоминать мне голубыми глазами и шириной склада моего дедушку, а своего прадедушку Степана Михайловича. Впоследствии это сходство увеличилось и было признано всеми родными. Так писал в семейной хронике отец будущего губернатора и первого почетного гражданина Самары Сергей Тимофеевич Аксаков. Возвращаемся в 19-е столетие. Когда в душе спасенья нет От современности идейной С волнением отроческих лет Молчу над хроникой семейной. Как и все дети Аксакова, Григорий рано научился читать и писать. И первыми его письмами были письма к бабушке Марии Николаевне и дедушке Тимофею Степановичу. А в письме от 4 мая 1829 года из Знаменского его бабушка Мария Николаевна сделала приписку «Милого Гришеньку целую за любовь ко мне и за его милое письмецо». В это время Гришеньке было 9 лет. В январе 1836 года 16-летний Григорий Аксаков был представлен директору училища правоведения в Петербурге. И в этот же день сдал вступительный экзамен в это училище. Итак, судьба его решена. Два дня спустя писал отец юноши его матери. Я уверен, что это милость Божья. Это и в самом деле было милостью Божьей. Правда, чтобы быть достойным ее, предстояло приложить еще немало сил и энергии. В 1840 году состоялся первый торжественный выпуск училища правоведения. Пока это были только 20-летние юноши, никто из которых наверняка не знал, что ждет их впереди. Да, никто из них еще не знал того, что двое из выпускников станут губернаторами, а один – сенатором. Будет среди них и оберпрокурор Святейшего Сенота, и член Совета Министра Путей Сообщения, и другие видные сановники и преобразователи России. Не знал своей будущей судьбы и Григорий Аксаков, которому пока исполнилось только 20 лет и у которого все было впереди. Свою службу он начал в канцелярии правительствующего Сената, откуда был переведен в Владимир, а потом в Симбирск и в Оренбург. В 26 лет Григорий Аксаку был назначен на должность симбирского прокурора, но впереди его ожидали другие дороги и новые должности. Петербург и службы в Министерстве внутренних дел. Чин коллежского советника и назначение на должность вице-губернатора в Оренбургскую губернию. Отставка и новое назначение. В ноябре 1855 года Григорий Сергеевич Аксаков был назначен вице-губернатором к начальнику Самарской губернии Константину Карловичу Гроту, под руководством которого он прошел серьезную школу административной и общественной деятельности. Приступив к обязанностям вице-губернатора, Аксаков активно включился в помощь по организации деятельности губернского комитета ополчения и по созданию в Самаре специального военного госпиталя для лечения раненых и больных воинов. 26 августа 1856 года самарский вице-губернатор Аксаков был награжден медалью в память Восточной Крымской войны, а 17 апреля 1957 ему был присвоен чин статского советника. Потом снова будет Оренбург и Уфа, новые должности и десятки других трудных и важных дел. И снова будет она, Самара. 20 января 1867 года Григорий Сергеевич Аксаков был назначен на должность начальника Самарской губернии. А уже 17 февраля Аксаковы выехали из Уфы, где они жили до этого в Самару. Да, новое место службы добирались в карете, поставленной на полозье, а за ними шел обоз с книгами, картинами и продуктами на первое время жительства в Самаре. Добравшись до Самары, остановились в доме Шелашниковой на углу Казанской и Воскресенской улиц, где размечались квартира и канцелярия губернатора. Сегодня это угол улиц Алексея Толстого и Пионерской, но дома Шелашниковой на нем уже нет. Здесь Аксаковы проживут около двух лет до переезда в собственный дом на углу Саратовской и Алексеевской. Мимо вот этих домов губернатор Аксаков будет каждый день ходить на службу в канцелярию губернатора, которая находилась совсем неподалеку отсюда, на углу Казанской и Успенской улиц. Это, идя вот по этому тротуару, он будет обдумывать план строительства железной дороги от Самары до Оренбурга. План, который родился в его голове не с бухты-барахты, а в результате длительного обдумывания будущего страны и губернии. В 1771 году правительство утвердило план строительства железных дорог, куда вошла и линия Самара-Оренбург. Три года спустя была разрешена постройка железнодорожной ветки через Волгу, а еще два с половиной года спустя, в 1876 году, по этой ветке прошел первый пробный поезд до Оренбурга. Много, очень много вопросов было обдумано им, губернатором Аксаковым, вот на этом узком тротуаре вдоль бывшей Казанской улицы. Здравоохранение и просвещение, открытие окружного суда и реформа городского управления, противопожарный водопровод и городской музей. Не все удалось осуществить, многое пришлось отложить на завтра. Но лиха беда начала, и это начало было положено им, Григорием Сергеевичем Аксаковым. Григорий Сергеевич Аксаков возглавлял Самарскую губернию с января 1867 по декабрь 1872 года. Шесть лет без одного месяца. Находясь на посту начальника губернии, он четыре раза был удостоен высочайшего благоволения императора. За открытие в Самаре окружного суда, за порядок, чистоту и благоустройство Самары, за успешную деятельность по взиманию окладных сборов и за расквартировку войск, объявленную 2 июля 1872 года. В январе 1871 Аксаков получил высокий чин тайного советника. Но все-таки главным было не это. Главным было то, что пребывание Аксакова в должности губернатора пошло на пользу и губернии, и ее жителям. 19 июля 1884 года Григорий Сергеевич Аксаков был назначен губернским предводителем дворянства. Это был большой и ответственный пост фактически второго лица в губернии. В его обязанности входило все, что касалось жизни, служебных и сословных интересов дворян. Теперь он поселился в третьем этаже вот этого дома, в наскоро отремонтированной квартире предводителя. А на втором этаже здесь же находилась канцелярия губернского предводителя, где часто рассматривались важнейшие вопросы, которые требовали его личного вмешательства. Постоянной и весьма хлопотной заботой дворянского депутатского собрания было рассмотрение доказательств благородного достоинства, выдача грамотно таковое и внесение дворян в родословные книги. Эта работа требовала массы терпения и выдержки. При этом канцелярия под руководством Аксакова работала неизменно оперативно и уважительно по отношению ко всем, кто обращался с просьбами. Иначе не могло быть, и гарантией этого было само доброе имя Григория Аксакова. Наверное, этот дом на углу Казанской и Воскресенской улиц помнит так много, как мало какой в Самаре. Помнит он десятки людей, которые приходили сюда с вопросами и проблемами, а выходили уже совсем в другом настроении. Помнит и шаги предводителя Аксакова. Неторопливые, но всегда твердые и уверенные. 7 июня 1890 года очередное Самарское губернское депутатское собрание постановило ходатайствовать перед правительством об изменении способа взыскания правительственной суды, выданной во времени урожая. В конце ноября губернский предводитель дворянства Аксаков выехал в Петербург для того, чтобы продвинуть ходатайство самарцев о снижении выплат, недоимых по судам, выданным в невырожайные годы. Император принял Аксакова и пообещал удовлетворить просьбу самарского дворянства. Однако министр внутренних дел оставил самарское ходатайство без движения. Не зная об этом, Григорий Сергеевич Аксаков, удовлетворенный итогами поездки в столицу, вернулся в Самару, где вскоре случайно узнал о судьбе своего письма. Испытав сильные потрясения, он заболел и 24 февраля 1891 года скончался. На следующий день, 25 февраля, на экстренном заседании Самарской городской думы было объявлено окончание губернского предводителя дворянства, почетного гражданина города Самары, тайного советника Григория Сергеевича Аксакова. А 27-го в его доме состоялась панихида, на которой самарцы простились с Григорием Аксаковым. Скромный и в то же время энергичный, он всецело отдавал себя служению народу. Всякая работа делалась им с такой энергией, что он становился хозяином, беспристрастным и непритязательным. И тогда голос этого скромного человека становился решающим. «Нет, не красноречием, убеждал он, а обаянием правды, правды умиротворяющей, все резкие противоречия смягчающей и все крайности, правды, которые он не изменял никогда и которая всегда должна была быть наверху, когда дело проходило через его руки. Таких людей ни слова, а дела должна помнить земля русская. Говорим «земля», потому что считаем, что Григорий Сергеевич Аксаков принадлежал в известном смысле не одной Самаре, а именно земле русской. Как прелесть хроники семейной, как ты, как дивный твой язык, моей отчизны незатейный, удел и славен, и велик. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова